Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. И достаточно сильно мы сейчас поворачиваем деятельность нашего агентства. Агентство это фактически два человека. Это Алексей Чихунов, Александр Петров, миграционные и оборудовательные агенты. И никого более, никаких более генералов не будет и быть не может. Люди, которые пытались и пытаются, или будут пытаться менять нашу политику, наши отношения. Наши отношения с вами, дорогие зрители, клиенты, студенты и так далее. Больше таких людей не будет и эти люди не нужны. Мы есть мы и мы есть такие, которые сформировались давным-давно как люди. И на основе этого сделали свой бизнес. И единственное, кому мы прислушиваемся, это друг к другу и к вам, дорогие друзья. Потому что вы формируете нашу политику. И мы без вас, как вы, и вы без нас, более слабые. Соответственно, нам дружить и нам строить наш бизнес. И больше никаких включений. Особенно те, кто пытается нами руководить. Большие изменения сейчас и в политике департамента миграции. Я бы сказал, что для меня всегда была самая большая забота. Это въехать в страну. Уже если в страну человек въехал, человек достигнет своих целей. Немножко сложнее, немножко проще. Хуже, когда въехать в страну тяжело. Так вот, сейчас получить туристическую визу намного легче, чем это было до сели. И переделать туристическую визу на любую другую, в том числе и студенческую, а может быть и партнерскую кому-то. Это не проблема. Это дает большие преимущества. Потому что человек, допустим, приехал к любимому человеку, побыл с ним месяц-два. Они решили пожениться, подали документы, поженились и подались на партнерку. Это не относится к основному виду моей деятельности, то есть к образовательному агенту. И, ну, в какой-то степени, да, это относится к Алексею. Поэтому я всегда с удовольствием буду отсылать этих людей к Лёше. Если надо как-то помочь им, если я вижу, что это люди, которых я знаю, то есть лично встретился с ними в России, в той же самой Москве, и здесь, и с экспонсорами, то почему бы не стать свидетелем моих отношений? Люди-то в этом нуждаются, поэтому проблем нет. Мне за это ничего не надо. И если они воспользуются услугами Лёши, отлично. Они воспользуются, дай бог им всего хорошего, ничего страшного нет. Это наши друзья, это люди, которые поверили в политику Австралии, поверили нам в том числе. И слава богу. Что касается студентов, то переделать визу, перепадаться с туристической на территории Австралии, на студенческую намного легче. Есть люди, которые приезжают сюда на три месяца, чтобы сдать тест НАТИ, подготовиться и сдать его. А есть люди, которые, допустим, готовятся к тесту ПТИ, который намного легче, чем IELTS, и сдают. Есть люди, которые оба теста умудряются сдать экзамен НАТИ и ПТИ, но это немножко напряженный вариант их дела. Есть люди, которые профессионалы, но которые решили здесь поучиться два года не только из-за пяти баллов. В общем-то, если люди собираются жить в Австралии, эти люди, ну неплохо, чтобы они имели образование австралийское. Тем более, когда это по цене 12-13 тысяч долларов за год вышка, а диплома и 4-5-6 тысяч. То есть, соответственно, для людей это выгодно, удобно. На это время люди и работодатели находят. Короче говоря, это вариант с туристической визой, который уже, если честно, очень усиленно продвигается самим департаментом миграции. И, скажем так, я очень рад тому, что хоть и не мое родное, мною оппозиционное, скажем так, и мною невоспринимаемое правительство либерала, в принципе, сделало этот правильный ход. Я думаю, что это секретариат департамента миграции, люди, которые, скажем так, стоят достаточно далеко от вот этой вот всей политической возни, политической кухни. И это люди, которые используют опыт, который был приобретен при разных правительствах. Но секретариат департамента миграции – это умные люди еще со времен начала двухтичных годов. Поэтому вся наша политика изменилась. Мы не настолько педалируем процесс в сторону университетов уровня первого-второго подхода. Я поздравляю всех наших крикливых, босоногих товарищей, оппонентов, которые кричали в защиту всяких университетов и первого-второго уровня. Даже не буду называть ни людей, ни университеты. Но теперь эти люди оказались в луже, теперь эти люди оказались на задворках истории. Надо делать в первую очередь добро людям, а не пытаться стричь купоны и услуживать, оказывается, какие-то услуги почти что интимного характера для университетов, которые, в принципе, этого не достоины, и для их менеджеров, которые, в общем-то, из-за этой деятельности сделали себе просто теплые места. Теплых мест не будет. Если чем-то занимаешься, особенно бизнесом, ты должен быть постоянно, начеку постоянно должен быть готов к изменениям. И вот это и есть самое главное, что произошло с нашим делом, с нашей организацией, с нашей работой. Мы адаптируемся под быстро меняющиеся условия, но, как говорил Уэйн Грецкий, выдающийся канадский хоккеист, он и мы не должны быть там, где шайба. Мы должны быть там, где шайба будет, когда мы будем там. Соответственно, мы пытаемся играть на опережение, мы принимаем внимание на самые худшие варианты и готовы к ним. Поэтому, дорогие друзья, приезжайте с нами на туристическую визу, это вам ничего не будет стоить. А здесь уже вы выберете ваш правильный путь, вашего правильного агента, и мы будем рады, если это будем мы, и вашу правильную жизнь. В этом случае ваша Австралия станет правильной, и в этом случае вы всегда будете только позитивны, только хорошо высказываться от страны, которая находится здесь. Она этого достойна, эти замечательные горы и река, эти замечательные люди, эти замечательные бизнесы, и все удовольствия, которые здесь есть, будут принадлежать вам. Спасибо. Спасибо.